Здравствуйте, мои уважаемые телезрители! Для этой программы я выбрала вопросы о том, как выстроить в семье близкие доверительные отношения между детьми и родителями. И, что немаловажно, сегодня у меня есть вопросы о том, как папе наладить диалог со своим ребенком. Ведь, согласитесь, мужское воспитание кардинально отличается от женского. Но как и маме, так и папе далеко не всегда удается стать настоящим другом своему ребенку и завоевать его истинное доверие. И виноваты в этом мы сами. А почему? Давайте разбираться вместе. Редактор субтитров А.Семкин Знакомьтесь, Глеб Слобин, детский семейный психолог. Опыт работы с детьми и взрослыми более 15 лет. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Скажите, почему доверительные отношения – это главное условие хорошего воспитания? Ну, действительно так. Доверие и открытость между родителями и детьми – это, с одной стороны, некоторая редкость, а с другой стороны, как вы верно сказали, это непременные условия. На самом деле ребенок вырастет, в первую очередь, и главным образом, таким, каким мы, родители, являемся. Потому что воспитывает, в первую очередь, пример совместное проживание, вот то, что на душе у родителя, то, какие выборы, какие решения он принимает, чем живет душа родителя, таким вырастет и его ребенок. В большей степени, главным образом. Очень важно видеть искреннюю заинтересованность в человеке, не столько в его достижениях, успехах, оценках, грамотах, первых местах, победах на Олимпиадах и так далее, а именно в том, как человек, чем он дышит, чем он живет, о чем он мечтает, чему радуется, о чем горюет, что его огорчает или, наоборот, что наполняет его душу. Вот такой взгляд как раз и формирует открытость, и тогда душа родителя, душа ребенка, они становятся, знаете, как сообщающиеся сосуды. Вот какой уровень в одном, уровень чего бы то ни было, такой и в другом со временем появится. Вот именно поэтому, я здесь полностью согласен, что доверительность и открытость – это непременные условия. Все остальное уже происходит внутри этих условий. Если нет этих условий, если нет доверия, то тогда ребенок при первом удобном или неудобном случае, он уйдет, закроется, улизнет, и у него всегда есть возможность что-то от нас утаить. Родители стремятся к таким доверительным отношениям, о которых мы сейчас говорим, но у них есть опасения. Мы послушаем сейчас, какие. Здравствуйте, у меня с дочерью очень близкие доверительные отношения, мы почти, ну, мы подруги. Но иногда замечаю, что она переходит границу, и я, получается, как не мама, а как ее личная подруга и понебратское отношение. Подскажите, пожалуйста, как, где грани-то найти, чтобы она и слушалась меня, все-таки я была как воспитатель, как мама, и в то же время, ну, и как диктатор. Чтобы не была, чтобы она все равно же делилась со мной всем своим, наболевшим всем своими тайнами. Ну, как бы вот такую вот грань найти между подругой и мамой. Во-первых, бывает так, что родитель сам, вот, из как раз такого очень хорошего желания стать другом, стать хорошим родителем своему ребенку, он иногда впадает в такой соблазн некого потворствования, некого сближения эмоциональной дистанции, может быть, чрезмерного. Стремление как-то так вот сильно подружиться, и ребенок, там, в силу возраста каких-то других особенностей, не всегда вот эту дистанцию соблюдает. И здесь все-таки, наверное, в первую очередь это зависит от родителя. Если родитель позволяет, то ребенок пользуется этой возможностью. Если родитель не позволит, тогда и ребенок остановится. Родитель в полной мере таким вот, знаете, другом-ровесником стать не может. Существует определенная иерархия. Здесь очень важно самому родителю отслеживать эти моменты, во-первых, для себя самого сформулировать, что для меня является нормой, а что я не могу позволить, чтобы ребенок так себя вел. Посмотреть на свое поведение, могу ли я, сам того не замечая, как-то провоцировать ребенка на вот это понебратство, о котором говорила эта женщина. И третий момент – это отслеживать в своем поведении и указывать ребенку. Это можно сделать достаточно тактично, но вместе с тем твердо и последовательно. Не так, чтобы сегодня можно, завтра нельзя, послезавтра посмотрим. Чтобы эти вещи всегда отслеживаться. Если так нельзя разговаривать, то нельзя и с папой, и с мамой, и сегодня, и вчера, и послезавтра. И вообще у нас в семье так не принято. Почему ты себе такое позволяешь? То есть можно вполне таким образом поступить. Я думаю, что доверительность от этого не пострадает. Я почему начал с того, что некоторые родители очень хотят быть хорошими. И они очень опасаются. Бывает, что ребенок обидится на такое обращение. Он как-то не привык к этому. Он привык, что он всегда по-хорошему. Он не обидится, потому что как раз в соблюдении некой иерархии, о которой я говорил, внутренней, психологической, ребенок чувствует, что это идет ему на пользу. И даже если сиюминутно, вот в тот момент, когда мы делаем это замечание, он, может быть, как-то отреагирует не очень приятным образом, то в дальнейшем он будет все равно нам благодарен за то, что мы эту дистанцию установили. Мы не можем слепаться с нашими детьми. И, соответственно, и отдаляться тоже чрезмерно не можем. Вот некий оптимум – это наша забота родительская. Правильно возникает вопрос в душе у этой мамы. Да, что же я такого делаю, что вот дочка так себя ведет. И здесь, повторюсь, не нужно бояться немножечко обозначить вот эту границу, пояснить, достаточно четко показать, что на таких условиях я не готова с тобой общаться. Так с тобой общаться я не буду. Следи за своим языком, следи за своим вращением. Я тебя люблю, но я твоя мама. Да, вот у нас есть некая, там, хоть полступеньки, но разница, да, вот в какой-то. Вот. И не идти, конечно, на вот этот шантаж, потому что этот шантаж, собственно, возникает, потому что дочка сама чувствует вот это слабое место мамы, да, что стоит вот сюда нажать, и все. И мама твоя. И она там сделает все, что ты захочешь. Вот вопрос, который пришел по электронной почте. Кстати, что очень редко бывает от папы. Как мне выстроить отношения с сыном, чтобы стать ему авторитетом и другом? Я с ним часто вожусь, играю в игры, которые он придумывает, позволяя ему в этих играх быть начальником, то полицейским, то генералом. Но вижу, что он и в обычной жизни хочет быть главным. Меня обижает и злит порой его тон, в котором он позволяет себе разговаривать со мной. Может быть, нужно с ним быть только строгим, серьезным? Помню, мы отца когда-то даже побаивались. Как найти баланс в отношениях с 9-летним сыном? Наверное, только играть и только забавлять, этого не очень достаточно. Здесь тоже может быть некоторая опасность стать такой вот игрушкой, человеком-праздником для ребенка. Да, ребенок, наверное, будет прислушиваться, ребенок, ему будет приятно. Но вместе с тем, все-таки, задача отца немножко другая. Это отдельная большая тема. Но вкратце скажу, что отец признан показать некую жизненную перспективу, тем более сыну. Показать ему, вывести его, познакомиться с этим миром большим. И показать ему некий способ взаимодействия с этим миром. Или разные способы. Научить его в разных легких и трудных ситуациях находиться. То есть, это не обязательно игра, и не только игра. Это все-таки, в первую очередь, дело какое-то, которым занят либо отец, либо, как раньше были, трудовые династии, к примеру. Либо какое-то совместное дело, но, может быть, какое-то специфическое мужское. Вот мы с тобой, мама не хочет, да и не умеет этого. А вот мы с тобой сможем. Вот какой-то такой момент, где сын увидит не только играющего папу, но папу делающего, папу мастера, папу, который как-то на полголовой выше, который может чему-то научить. Папа, который знает, а я не знаю, но мне это интересно. Да, вот здесь от уважения к мастерству, к стремлению поделиться, вот от этого уважения и рождается настоящий авторитет. Да, игра замечательная, и папы должны играть. И замечательно, что вот этот папа может и умеет играть в разные игры со своим ребенком. Но вот я бы посоветовал, наверное, добавить что-то еще в их общение. И, безусловно, доля строгости, конечно же, должна быть. Потому что, ну, на мой взгляд, все-таки дисциплина для мальчиков, наверное, более значима, чем в воспитании девочек. Глеб, а скажите, а вот наказание отсутствием игры, вот может такой способ сработать? Да. Есть, условно, два типа наказаний. Первое наказание, когда мы причиняем ребенку какое-то там сильное огорчение, там, кричим, ругаем, даем подзатыльники, шлепаем, там, стоим в угол и так далее. Да, то есть, ну, какую-то, так сказать, боль разную и физическую, и эмоциональную приносим. Это один вариант. А второй вариант – это лишение хорошего. Это тоже некое наказание. Но оно более сложное, потому что сначала нужно это хорошее создать. Нужно приучить ребенка к тому, что вот есть, например, общение или игра со взрослым, да, и это действительно, это круче, чем компьютерные игры, потому что тут больше реальности, тут больше эмоциональности, больше можно что сделать. Это привлекательнее на самом деле, я могу сказать, и по собственному опыту. Реальное живое общение интереснее, если у ребенка есть вкус, если у ребенка есть этот опыт, если родители создали такое общение. И сказать ребенку, что, ты знаешь, вот ты так вот сегодня себя ведешь, что, ну, у меня никакого желания нет с тобой сегодня играть и общаться, это наказание. Если родители не обращают на ребенка внимания, а погружены, например, в бизнес или в работу, то ребенку очень плохо и тоскливо, потому что только с игрушками невозможно общаться. Даже друзья не заменяют родителей. В детстве со мной родители много проводили время, то есть мы играли с папой, можно сказать, как друзья, то есть, ну, хорошо вместе проводим время, то есть все время. Я своей маме доверяю абсолютно все секреты. Каждый ребенок должен доверять и маме, и папе. И говорить все секреты, и, ну, все плохое и хорошее. Папа и мама – это самые родные люди на планете, которые тебя любят таким, такой, какая ты есть, и тебя никогда не ругают и всегда поддерживают. Мои родители в детстве очень много времени проводили со мной. Вот я уже повторюсь, что они со мной гуляли много, общались со мной много. Вот, и я могу сказать, что моя мама – это мой лучший друг, и я доверяю ей все свои секреты, и она знает обо всем, наверное. Вот, и мне кажется, это здорово, когда ты можешь поделиться с кем-то своими сокровенными секретами. Если они тебе будут говорить все плохое, плохое, ты вырастешь и станешь таким, ну, гробьяном, что с тобой никто не захочет разговаривать. А если ты будешь слушаться их, и они тебе будут говорить добрые вещи, ты потом станешь таким, ну, интеллигентным человеком. И последний вопрос, который тоже пришел по электронной почте. Вопрос от мамы, но о папе. У нас маленький долгожданный ребенок, ему два года. Я думала, что мой муж будет мне очень помогать, ведь он так хотел ребенка, а он любит его, но искренне считает, что менять подгузники, мыть малыша, кормить, гулять с ним, когда он в коляске, играть – не мужское дело. Вот подрастет, буду его воспитывать по-мужски, говорит он. Я уже даже боюсь этого мужского воспитания. Как объяснить мужу, что пока ребенок маленький, ему тоже нужно папе на участие? Тоже, а что папа? Папа – это что, это рыбалка и футбол, и двухлетнего не возьмешь. Или папа может что-то еще, к примеру. Потому что, в принципе, с двухлетним малышом, мальчиком можно уже как-то и потискаться, и побегать, и мячик ему дать, если папа футболист. Что-то еще такое мужское поделать, что-нибудь пошвырять, побороться. То, с чем мама, может быть, это и не близко, к примеру. То есть, здесь, в первую очередь, понять, что же подразумевает муж по слову мужское воспитание. Когда оно начинается, с его точки зрения, в 7, в 14, в 20, из чего оно состоит. Потом стоит еще и, может быть, что-то подсказать. Есть ситуации, я с ними сталкивался, когда папа вроде бы и рад бы пообщаться и поиграть, но не хватает какого-то личного опыта. Вот есть такие мужья, которые хотели бы, но с ними их отцы не занимались. И у них некий пробел в опыте. Они не могут себе представить, даже какую-то картинку нарисовать. А чем можно заниматься? Он искренне не понимает. И здесь можно что-то подсказать. Маме, которая большую часть времени, очевидно, находится с двухлетним малышом, она знает какие-то вещи, любимые игрушки, что он может, чего не может. И здесь, если есть какое-то желание со стороны мужа, можно подсказать. А поиграй в это, а вот это ему нравится. А он так тебя ждал, все спрашивал, а когда же папа придет, а когда же папа придет. То есть как-то так чуть-чуть подсказать мужу, что вот это можно делать. И, безусловно, даже если чуть-чуть это происходит, какая-то встреча, очень важно как-то, ну, может быть, даже немножко преувеличить и сказать ему, как она рада, что он поиграл. Потом сказать, что и ребенок тоже вспоминал, и все спрашивал, а когда еще папа со мной поиграет. То есть показать, что даже если тебе кажется, что вот сейчас ты ничего такого мужского, да, никакого мужского воспитания в данный момент ты не оказываешь, тем не менее, ребенок очень хочет с тобой общаться. Он видит, что ты другой, что ты не мама. И ему это очень нравится, он очень хочет, он ждет, он скучает. Вот на этом тоже можно сыграть. Тем более, как мама говорит, папа любит, и я не сомневаюсь, она, я думаю, действительно чувствует его любовь. Просто пока ему не очень понятно, как ее выразить. Вот это вот, то, что было озвучено, там, памперсы, прогулки и так далее, это вроде как женские дела. Да, вот мое время еще не настало, как бы говорит такой папа. Но еще раз говорю, что можно попробовать его переубедить, показать ему, в чем он может уже сейчас быть вот таким папой, нужным сыном. Конечно, если есть такая возможность, если папа не против, то можно попросить какое-то дело выделить, будь то купание, где можно там что-то поиграть, где папе самому будет интересно, побрызгать водой или что-то такое сделать. Хотя бы периодически, да, хотя бы, вот, там, может быть, не каждый вечер, да, но хотя бы, там, два-три раза в неделю, это было бы здорово. Это было бы здорово, потому что, конечно, важно все-таки, чтобы у ребенка формировался свой собственный опыт общения с родителями. С мамой один опыт, там, с папой другой опыт, да, чтобы общение с папой было не через маму, да, не через посредничество мамы, а прямой какой-то контакт был. Если и в дальнейшем так будет, что воспитание – это твое дело, там, скажем, да, есть, хотя, может быть, не так часто, слава богу, но есть такие отцы, которые считают, что воспитание – это вот мамино дело, а я только как тяжелая артиллерия, там, если вдруг вот что, я, там, кулаком по столу, там, или ремень, или вот, вот только так, в репрессивной такой форме. Вот здесь, конечно, это может быть некой проблемой, потому что и мальчики, и девочки ждут все-таки от папы какого-то участия, ждут понимания, да, мальчики ждут еще какого-то примера, да, ждут того, что папа чему-то научит, что-то покажет, да, что папа по-мужски. И ведь согласитесь, если папа не знает, чем заняться с ребенком, ведь общее дело может их объединить. Здесь может еще такой вариант быть, даже если вот папа, ну, вот, ну, не может он ничего там предложить такое, да, но он может тогда посмотреть, поговорив с ребенком, с сыном в частности, да, посмотреть, а какие интересы есть у сына, и поддержать эти интересы. То есть, допустим, вот, ну, не знаю, вот мой пример могу привести, я совершенно не болельщик, ну, ни разу, мне это не очень интересно. Но я вижу интерес своего старшего сына, он весь по уши в футболе, и я поддерживаю этот интерес. Хотя, еще раз говорю, если бы вот он этим не интересовался, я бы тоже не смотрел бы и не читал бы, и так далее. Но я поддерживаю, я интересуюсь, он вовлечен вот полностью, у него там команда своя есть, они участвуют в каких-то соревнованиях, и я, разумеется, и поддерживаю, и спрашиваю, и интересуюсь, и как, какие-то советы, если я что-то там могу посоветовать, даю. То есть, это тоже вариант. Не обязательно быть вот мастером докой в каком-то деле, и вот своего ребенка именно к этому делу приобщать. Действительно, дело может быть каким-то другим, но вот соучастие взрослого, оно необходимо. Да. На Руси люди верили в силу оберегов. В прошлой программе мы с вами делали кукол-неразлучников, которые скрепляют семейные узы. Сегодня мы будем наряжать этих кукол и сделаем из них настоящий семейный оберег крепких доверительных отношений. Вот такие куклы-неразлучники получились у нас в прошлый раз. Надеюсь, вы уже сделали подобных. А теперь нарядим их. Наряды обычно делаются из красной ткани. Красный цвет счастья, радости. Удивительно, без единого шва делаются и наряжаются такие неразлучники. Привязали кусок ткани к поясу. Это юбочка. Сложили цветной прямоугольник ткани пополам, вырезали горловину. Сложили еще раз. И на глаз сделали выкройку кофточки. Надеваем через голову и завязываем на поясе. Я сразу вспомнила, как шила одежды на кукол. Может быть, такая работа вдохновит современных девочек самим? Наряжать своих кукол. Из ниток, сложенных вдвое, делаем пояс. На концах по узелку, им можно подвязывать куколку. Пояс тоже считается оберегом. Осталось повязать платочек и мама готова. Платочек тоже красный, яркий. Сразу же куколка наша стала просто красавицей. Знайте еще, что кукол этих делать нужно с хорошим настроением, здоровыми, бодрыми. Нужно думать о людях, которым мы подарим этих неразлучников. И желать им семейного счастья на долгие годы. Так, теперь по аналогии одеваем папу-куклу. Ему из двух прямоугольников синей ткани делаем брюки. Просто оборачиваем ножку и завязываем внизу и на поясе. Заметьте, во второй штанине две ножки, мужская и женская. Помните, чтобы шли мужчина и женщина одной дорожкой. Так, рубашку одели, поясок подвязали. Пояс тоже подвязываем обережным узлом. Два оборота, три узла. Всего пять нечетных действий. Сделаем шапку. Просто складываем ткань вдвое. Завязываем сверху, как кулечек. Выворачиваем. Одеваем на куклу и привязываем к буйной головушке. Вот получилась у нас вот такая куколка. Сейчас мы сюда ей, этой кукле, привяжем колечко. Длинную полоску красной ткани завязываем двойными узлами. Мы уже научились это делать. Помните, узел на узел. И таких узлов должно быть три. Все на счастье узлы наши. Никакие напасти не коснутся семью, у которой есть такая кукла. Привязываем эти узлы на ручки куклу и получаем обережное кольцо. Когда в семье появлялись дети, то делали маленьких куколок и их привязывали вот сюда на руку. И считалось, что родители таким образом оберегают своих детей. Мамочка, я вам с папой хочу подарить вот таких кукол. Они непростые. Спасибо.